Клещевый энцефалит Почему здесь так часто возникает клещевой энцефалит и почему он протекает столь агрессивно? Ответы на некоторые из этих вопросов можно получить у профессора Татьяны Владимировны Попонниковой. В течение нескольких лет она работает в отделении детской неврологии. Около 25% всех случаев клещевого энцефалита развиваются у детей, таких как Настя. Два месяца назад эту полуторагодовалую девочку укусил клещ. После этого у ребенка возник энцефалит, воспаление головного мозга. Пациенты столь малого возраста не редкость. Быстрый прогресс заболеваний с переходом в коматозное состояние в течение одного дня, к сожалению, типичный для практики доктора Попонниковой. Германские специалисты были шокированы. Маленькая Настя способна двигать глазами и поворачивать голову в левую сторону. Она получает пищу через желудочный зонт в те моменты, когда у крохотной пациентки не ожидается судорог. Ее мама знает, что надежды на улучшения нет. Результаты компьютерной томографии, проведенную Насте, показывают, что в будущем ее здоровье никогда не станет прежним. Вирус клещевого энцефалита разрушил обширные участки ее головного мозга. Характер ее заболевания совершенно незнаком экспедиции из Германии и является загадкой также для доктора Попонниковой. Таких тяжелых случаев единицы проходят у нас ежегодно, и тенденции к росту количества таких случаев у нас не наблюдаются. Настя не первый ребенок со столь радикальной симптоматикой. Настолько тяжелые случаи подобные этому встречаются редко. Но ежегодно у нас отмечается 2-3 таких случая у грудных детей, детей и подростков. Этот показатель не увеличивается, но не уменьшается, что вызывает озабоченность. Большинство пациентов поступают после выходных. Например, этот 21-летний мужчина, который обнаружил на теле двух клещей, придя с вечеринки. Через день появились жалобы на сильную головную боль. Пациент госпитализирован для обследования, так же, как и его сосед по палате. На следующий день доктор Попонникова привезла нас в семью Старовойтовых. Невропатолог наблюдает эту семью и их дочь Лизу уже в течение трех лет. Эту 10-летнюю девочку укусил клещ, когда она играла возле дома. В результате возник энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга. Ее руки и ноги парализованы. Несколько раз в день через страхиостомную трубку вводится катетер в легкие, чтобы аспирировать жидкость, поскольку девочка больше не способна должным образом ее откашливать. До болезни Лиза была очень развитым и одаренным ребенком. Особенно заметными были ее способности к музыке. Лиза прекрасно осознает происходящее вокруг нее. Она слушает радио и телевидение. Она любит, когда вокруг нее находятся люди, потому что в такие моменты она занята. И чувствует себя частью происходящего. Самая большая для нее проблема, когда с ней говорят о ее болезни. Она плачет от страха. И в такие моменты она особенно ранима. Серьезные случаи, подобные случаю с Лизой, встречаются не только в России. Когда доктор Ахим Вальтер, врач общей практики из Гессена, ознакомился с результатами экспедиции, он нашел параллели с одним из его собственных случаев. Ему не нужно демонстрировать последствия клещевого энцефалита. У него был аналогичный случай в собственной практике. Это воспринимается как настоящая драма, когда у тебя самого есть дети. У меня два здоровых ребенка, и есть опыт наблюдения за ребенком, который стал инвалидом. Абсолютным инвалидом. Это настоящая драма для семьи. Особенно, когда это неизлечимо. Это меняет жизнь. Жизнь каждого члена семьи. Даже для врача, который более привычен к подобным ситуациям, это невыносимо. Ситуация в Западной Европе сильно отличается от ситуации в Сибири. Здесь более велика вероятность возникновения клещевого энцефалита у старших поколений. С увеличением возраста пациента нередко достаточно единичного укуса. И вирус может разрушить целые части тела. Как это было с Мартиной Хайндель. У меня никогда не было укуса в клеще. Никогда. Мой муж часто находил на себе клеща, но никогда ничего не происходило. Первый же укус, который случился со мной, стал трагическим. Отец русской девочки Лизы, преуспевающий инженер и боксер в прошлом, также живет в тени угрозы клещевого энцефалита. Он показал нашей экспедиции район, где клещ укусил Лизу. После недолгих поисков он продемонстрировал нам место происшествия, после которого творческим способностям Лизы уже никогда не суждено будет реализоваться. Он говорит, что люди знали о существовании в этом районе опасных клещей. Но вакцинация никогда не была массовой. Мы всегда рассуждали так. В этом году ничего не случилось, сделаем прививку в следующем году. Снова ничего не произошло. Может быть тогда в следующий раз. А затем возникла проблема. Его позиция и позиция его коллег изменилась. Владимир тоже не прошел вакцинацию перед поездкой в детский лагерь в возрасте 10 лет. Теперь ему 19 лет, и за ним ухаживает его мать. Отец бросил семью. Три раза в неделю ему необходимо спускаться вниз на три лестничных пролета, чтобы попасть в душ. Это повседневная жизнь пациентов с клещевым энцефалитом в России. Неизвестно, какому количеству пациентов в России ежегодно требуется уход и реабилитация после перенесенного заболевания. Но ведется учет пациентов с укусами клещей. Только в Кемеровской области количество таких пациентов достигает 55 тысяч в год. Поэтому наша экспедиция проявляет особую осторожность при сборе таежных клещей. Здесь можно найти ответ на главные вопросы. Почему возникает столько случаев клещевого энцефалита? И почему эти случаи столь тяжелы? Таежный клещ продвигается все дальше на запад. Об этом говорят первые случаи клещевого энцефалита в Финляндии. Первые исследования в этом регионе, выполненные доктором Герхардом Дублером, специалистом по вирусологии, свидетельствуют об отсутствии существенных различий между клещевым энцефалитом в Финляндии и Германии. Симптомы различаются столь же незначительно, как и вирусы. Судя по результатам экспедиции, судьба Лизы могла быть аналогичной и в Германии. Ежедневная борьба семьи за жизнь и их детей была бы точно такой же, если не считать различий в уровне оказания медицинской помощи. Некоторые выводы еще предстоит сделать. Некоторые данные необходимо оценить в лаборатории. В западных странах реакция властей адекватна. Эксперты заинтересованы в поддержании работы врачей и в сохранении жизни и здоровья пациентов. Конечно, людям известно о доступности вакцинации, но по многим причинам они ее не проходят. Государству следует обратить на это больше внимания. Должны проводиться соответствующие кампании необходимой рекомендации по вакцинации. Мне кажется, люди не всегда могут принимать подобные решения сами по себе. Необходимо помнить, риску клещевого энцефалита подвергается каждый житель эндемичного региона. Каждый подвержен такому риску, то вакцинированных, наверное, должно быть лучше. Редактор субтитров А.Семкин